Всем привет, ребят! С вами Слай, и это, наверное, самый неожиданный ролик для моего канала, который вы здесь, в принципе, никогда бы не ожидали увидеть, потому что сегодня речь зайдет обо мне, о том, кто же скрывается под именем Слай, и почему я никогда вам не говорил об этом, почему я постоянно уходил от этой темы. Сегодня я постараюсь все-таки вам рассказать об этом, признаться своим подписчикам, потому что я вас очень ценю, ребят, я вас всех всегда любил, и постоянно старался радовать различными интересными видосиками. Да, иногда мне это не получалось, да, иногда мне не хватало на это времени, но я всегда старался записывать что-то качественное, что-то интересное, и на многие ролики я тратил по 6-7 часов времени. Свои первые ролики я вообще монтировал чуть ли не целый день, потому что я просто не мог освоить монтаж, у меня не было тогда никаких возможностей для этого, я не мог найти ни единого ролика, который мог бы мне это объяснить. Да, наверняка вы прямо сейчас зададите вопрос, но Слай, ты же мог все это найти в интернете, в интернете куча такого материала. Да, я не отрицаю, что этот материал был и есть, однако он никогда не был настолько доступен. Любая тематика, связанная с качеством роликов, была в принципе просто закрыта для как русского ютуба, так и русскоязычного. Не знаю, почему так сложилось на ютубе, что русские ютуберы в принципе никогда не делятся своими какими-то секретами, фишками, либо просто не делают каких-то обучающих роликов. И в конце концов русский ютуб просто сам уничтожает себя. Да, есть крупные каналы и есть мелкие каналы. Итак, ребят, зря я сейчас ушел с темы. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, почему же я никогда не говорил о себе и постоянно скрывал свое лицо. И, ну думаю, все-таки не стоит уходить с темы. Я никогда не гнался за популярностью. Я просто никогда не видел в этом смысла. Я никогда не гнался за каким-то хайпом. И лицо, в моем понимании, на ютубе просто не требуется. Если вы делаете реально хороший контент, если вы реально над ним стараетесь, то вам нет смысла кривлять свое лицо перед своими зрителями, как это делал, например, тот же самый Ферамир. Я его не осуждаю. Да, он поднял свою аудиторию, он получил достаточно хороший хайп, достаточно хорошую рекламу, но все же. Думаю, каждый из вас прямо сейчас согласится со мной, что это было немного странно. И я не вижу смысла продолжать этот ролик просто потому, что я не знаю, каким образом я могу прямо сейчас вам все это объяснить. Скорее всего, я сделал отдельный стрим, в котором просто полностью выскажусь и расскажу вам все так, как это есть на самом деле. А пока что, если вам интересно, вы можете поставить лайк. Если вам не понравился этот ролик или вы ожидали здесь увидеть качественный Sky Wars, который я, в принципе, всегда выкладывал, то можете спокойно поставить дизлайк, я не обижусь, я вас пойму. Ну, в общем, как-то так, на вопрос я вроде как ответил, и я не отрицаю, что данный ролик, возможно, получился не самым полным, потому что я впервые записываю ролик подобного формата. Спасибо вам всем за просмотр, спасибо вам за вашу активность, за вашу поддержку, которая меня всегда радовала на моем канале, и я всегда находил здесь людей, которые могли меня поддержать, мотивировали меня на преодоление каких-то сложностей и саморазвития. Спасибо, ребят, вам. Все, всем пока.